Друзья, всем привет! Меня зовут Майя. Если кто еще со мной не знаком, я профессиональный визажист и начинающий, относительно начинающий бьюти-блогер. Скоро моему каналу уже исполнится целый год. И сегодня мы с вами будем просто краситься. Мы сегодня с вами косвенно затронем стрелку. В общем-то мы ее нарисуем. Просто это будет такая вариация на тему, поскольку стрелки бывают разные, формы глаз бывают разные. Но я вам покажу, как я это делаю на себе. Причем весьма необычным способом. Вернее, не совсем обычными продуктами. И еще украсим меня немножечко стразами. В общем, будет интересно. Поехали! Ну что, давайте начинать. Сегодняшнее видео я решила делать не с закадровым переводом, а общаться с вами в процессе. Вы, пожалуйста, обязательно мне напишите, как вам нравится больше. Мне, конечно, удобнее с закадровым переводом, потому что я ни на что не отвлекаюсь. Я быстренько накрасилась молча. В это время послушала какую-то музычку. Потом взяла все, озвучила. А когда я в процессе комментирую, конечно, это немножечко сложнее. Но в любом случае решать вам, потому что желание моего зрителя – это закон. Ну, в случае, если оно выражено и высказано в дружелюбной форме. Но у меня все вообще зайки, молодцы. В общем, давайте начинать. Я беру карандаш Vivienne Sabo номер 003 и оформляю брови. Так, готово. Фиксировать буду гелем от Luxe Visage. Называется Brow Fixing. Ничего, такой гель. У него, правда, маленькая щеточка. Вот прям малюсенькая. Я знаю, что большинство любит маленькие щеточки. Я что-то их не очень люблю. Мне вот нравится прям размашистым движением пройтись, чтобы все было сразу готово. Наверное, это такая вкусовщина и дело привычки. Но в любом случае это не принципиально. И коли уж у меня этот гель есть, я им пользуюсь. Так, далее. Сегодня в основе макияжа глаз будет лежать Aqua Tint от Pro Makeup Lab. Но прежде чем использовать его, я хочу немножечко подрезать себе брови. И буду я это делать с консилером от Maybelline Fit Me. Это у меня уже тут. Это номер 10. Он у меня уже заканчивается, но он по-прежнему остается очень хорошим. Консилер я наношу под бровь, потому что я не хочу наносить Aqua Tint до брови. Не хочу я прям вот эту сияющую текстуру себе до бровей дотягивать. Поэтому делаю вот так вот. Это плоская кисть для консилера MAC. Не видно номера, 180 что ли. В общем, она достаточно известная. Вот такая вот с двумя скосами. Очень удобно ей делать всяческую мелкую детальную работу. Так, далее. Собственно, хайлайтер. А хайлайтер у нас сегодня... Как это не удивительно? Pro Makeup Lab. Glowing Skin 103. Очень он мне нравится, конечно. Он прям универсальный. Деликатный, как это принято говорить. И наносить я его буду плоской, средней, натуральной кистью от MAC. Прям под бровь. Далее я беру скульптор. Это Kevin O'Koan Medium Sculpting Powder. Беру кисть Inglot 46SS. Большую, ну такую пушистую растушевочную. И прорабатываю складку. Так, теперь на арену выходит обещанный Акватин. Тот про Makeup Lab. Это номер 14. Это такой жемчужный тин с голубой интерференцией. И нанесу я его на подвижное веко. Он очень быстро стабилизируется. Поэтому действуем быстро. Это, кстати, кисть для консилера Chic Baby Face номер 3. Ну и, соответственно, этой кистью можно и, в принципе, любые кремовые эмульсионные продукты с успехом наносить. Так, Акватинт уже скоро скажет до свидания. Он подходит к концу. Мне, наверное, надо, как Роббьюти Кристи говорила, Colourpop. Colourpop! Дайте мне что-нибудь с вами сделать. Также мне нужно уже про Makeup Lab говорить. Про Makeup Lab! Так, после этой манипуляции я немножечко еще подтушую складку тем же самым скульптором. Чтобы не было шероховатости в месте перехода скульптора в тинт. Так, теперь гвоздь программы. Я хочу сегодня сделать очень яркие неоновые фиолетовые стрелки. И для этих целей я буду использовать палетку Blue Blood от Jeffree Star. И хочу использовать вот этот оттенок, который называется Blue Monday. Он такой прям абсолютно матовый и очень красивого, насыщенного оттенка. Значит, что я делаю? Это же, собственно, сухой продукт. Поэтому я беру шпатель и сейчас буду намалывать крошку из этих теней. Так, значит, нашла я шпатель. И прям намалываю, прям вот так вот скребу на палитру. У меня такая металлическая палитра от Inglot. К сожалению, не смогу показать в кадре, но вот прям вот такими наскребающими движениями. Вот такая вот получилась крошка. Картошка. И теперь я беру колдовское зелье от Criolan Fixing Medium. Это жидкость для смешивания пигментов. Сразу же беру кисть, которой я все это дело буду наносить. И, наверное, я буду это наносить классической тонкой кистью для подводки. Вот такая классическая от MAC. И прям капну туда пару капель этой жидкости и прям кистью размешаю и уже буду наносить. Значит, хочу вам рассказать немножечко теории, как я буду действовать в данном случае. Когда стрелка рисуется в рамках какого-то макияжа с широкой растушевкой, где там нижнее веко очень активно проработано и так далее, то, конечно, стрелку нужно уводить немножечко за пределы уголка внешнего для того, чтобы это все органично влилось в макияж. То есть, если вы будете строить стрелку вот отсюда, прямо от уголка, и здесь у вас будет низкая растушевка, то это как две параллельные линии, они никогда не встретятся и не объединятся в единую концепцию. А у меня стрелка сегодня – это самостоятельный элемент макияжа. У меня нет привязки к нижнему веку. Я, в принципе, вольна делать, как мне заблагорассудится. Я, конечно, проработаю нижний век, и немножечко вы это потом чуть позже увидите. Но я хочу сделать именно стрелку, которая четко продолжает восходящую линию нижнего века. Ну и, соответственно, постараюсь соблюсти принцип параллельных линий. То есть, восходящая линия брови, восходящая линия скулы и вот эта восходящая линия нижнего века, они все должны быть параллельны для того, чтобы лицо смотрелось гармонично. Это один из основополагающих принципов макияжа – это принцип параллельных линий. Вот, все, лекция про стрелки закончена, кратенькая, и будем колдовать. Прям три капельки выдавливаю. Значит, фиксируется эта штука очень быстро, прям молниеносно. Поэтому не то, чтобы будем стараться работать быстро. Просто если она на палитре уже застынет, то я капну еще акреолана. И поскольку подобное растворяет подобное, а тут не просто подобное, а то же самое. Поэтому оно опять немножечко растворится, опять придет в рабочую кондицию. И я дорисую то, что я не успею дорисовать до того момента, как это все стабилизируется. В общем, вот смотрите, какая штука получилась. То есть, это прям вот цветная подводка, которую можно сделать просто из чего угодно. Поехали. И стрелочку я хочу нарисовать прям жирненькую. Так, вот у меня вся эта уже лободяга начинает подсыхать. Поэтому я капаю еще капельку и доделываю то, что я не доделала. Так, вот такая получилась наглая жирная стрелка. Вот то, что у меня отпечаталось на нижнем веке, это не входило в мои планы. Я это обязательно буду убирать. Просто когда я закрывала глаз, у меня кусочек отпечатался. Сейчас, конечно же, самое главное, это нарисовать симметрично на левом глазу. Что я и буду стараться сейчас делать. Так, ну что я вам скажу. Нелегкая это работа. Из болота тащить бегемота. Это, конечно, сложно. Это сложно. Но я справилась. Мне нравится, как получилось. Значит, вот эту вот всю штуку я убираю. Потому что, как я уже говорила, это не входило в мои планы. Это просто отпечаталось. Это что такое? Здесь тоже немножечко есть. Так, теперь, что мы делаем дальше? Наверняка многие из вас обратили внимание, что у меня есть межресничный татуаж. Сделан он неплохо. Сделан он намертво. Потому что ему уже лет 10 и с ним ничего не случается. Я даже не делала коррекцию. Он не выцветает, не пропадает. Но, значит, у меня немножко несимметрично это набито. И вот здесь вы видите, да, что вылезает из-под стрелки татуажный хвостик. Здесь этого нет, потому что там направление вот этого хвостика задано достаточно правильное. И поэтому я хочу это все дело немножечко перекрыть консилером, чтобы это хотя бы не бросалось в глаза. Беру ту же кисть, которой я подрезала бровь, и беру тот же консилер Maybelline Fit Me. Хотя, кстати, можно было и Кевина нашего, Акуана, взять, который замазывает все, даже глаза. Ну, я думаю, что и Maybelline, в принципе, должен неплохо справиться. Ну, в общем, вот как-то так я прям аппликатором все-таки провела. И далее мы сейчас подождем, когда все это дело зафиксируется, стрелки наши. Хотя это происходит достаточно стремительно, но хочется, чтобы наверняка. Давайте, наверное, оформим лицо. Я сегодня буду использовать Catrice HD Liquid Coverage. Он с летучими силиконами, такой достаточно сухенький. И поэтому я сначала нанесу масло Pro Makeup Lab Perfect Skin. Взбалтываю всю эту блестящую взвесь. И нанесу на все лицо. Итак, HD Liquid Coverage. У меня это оттенок 0.10 Light Beige. Я уже в одном из своих видео пробовала наносить вот этот тон из пипетки, как инстачекуля. Сразу из пипетки на лицо. Но это было фиаско. Поэтому я, пожалуй, нанесу на палитру. И буду уже оттуда наносить. Варварским методом. Шпателем на лицо. Я возьму, наверное, кисть Кабуки. Если она у меня здесь. Но она у меня, видимо, не здесь. Поэтому я возьму Дуафибру. От Мак, маленькую. Очень мне нравится этот тон. Но преимущественно на масло. Все-таки он такой... Ну, как бы это сказать... Сушащий, короче говоря. Наверное, это единственное правильное определение. И хочу я взять консилер Инстант Анти Эйча Вейза. Номер 0.7 сент. В общем, сегодня у нас на лице такой плотничок. Теперь, пожалуй, мы можем себе позволить перейти к румянам. Про Мейкап Лаб. Эмульсионные румяна. Фрэш Скин номер Пич 02. Персиковый. Как ладо для ногтей. Очень прикольная упаковка. Клиенты иногда немножечко так шугаются. Типа, что это ладо для ногтей на лицо. Нет, это не ладо для ногтей. Это эмульсионные румяна. Очень крутые. Их можно на голую кожу, на припудренную, неприпудренную. С тоном, без тона. На щеки, на губы. В общем, чистый мед. И растушевываются они просто феноменально. Феноменально. Запудримся, пожалуй. Тру Мэт. Про Мейкап Лаб. Беру свою любимую кисть для таких целей. Это Хакухода. Мне не нравятся большие кисти для пудры. Хотя, мое увлечение косметикой началось именно со здоровенной кисти и лазур. Я обязательно вам здесь оставлю подсказку. Обязательно посмотрите, если вам интересно. Посмотрите мое самое первое видео про кисти. Их уже как минимум два. Во втором я рассказывала, как я за ними ухаживаю, как я их транспортирую, как я их мою, чем я их чищу. Ну, в общем, такое достаточно информативненько получилось. Хайлайтер. Тот же самый. Беру тот же самый. 103 про Мейкап Лаб. Эту же кисть, которой я припудривалась, и на выступающие части скул. Вы видите, да, насколько многофункциональная косметика. Можно сделать все, что угодно, из чего угодно. Вот взяла сегодня и сочинила подводку из теней Джеффри Стар. Красота же. Так, и, наверное, я на внутренний уголок глаз нанесу этот же хайлайтер кистью-карандашом Делиум Тулс 780. Наверное, я усилю блик под бровью. Как-то вот что-то мне вот захотелось такой маневр провернуть. Теперь мы берем тот же самый скульптор Кевина. Классическую кисть для румян Мак. И скульптурируемся. По стандартной схеме. Модная кисть Нарвс для скульптурирования носа. Давайте теперь вот что сделаем. У нас осталось нетронутым нижнее веко. Я возьму Мак 217 и этим же самым скульптором проработаю нижнее веко. Так буквально чисто симфонически. Теперь я хочу оформить нижнюю слизистую жемчужным карандашом. Не белым, а именно жемчужным. Промейкоп лаб номер 03. Очень стойкий карандаш. Теперь я думаю, что стрелки точно уже никуда не сдвинутся. Они давным-давно зафиксировались. И я подкручу ресницы. Это какой-то ноунейм керлер. Накрашу пока нижние ресницы. Кабаре Премьер водостойкая Вилен Сабо. Что, давайте клеить ресницы. У меня вот такие вот новые ресницы. Андрея номер 91. Я их уже подогнала под свой глаз. Вы, пожалуйста, мне напишите в комментарии, хотите ли вы, чтобы я вам сняла отдельное видео о том, как клеить ленточные ресницы и как вообще с ними обращаться. У меня уже есть видео про то, как клеить пучки. Пожалуйста, подсказка. Ну и, соответственно, если от вас будет обратная связь, и вы скажете, что да, нужно, я, конечно же, с большим удовольствием сниму. Будем клеить пинцет, твизермен, клей дуо по стандартной схеме. Ресницы, кстати, очень интересные. Они такие двухуровневые. У них верхний ярус более короткий и более закрученный ресницы, а нижний ярус более длинный и менее подкрученный. Вообще, вот такие все вот путанные ресницы, они, как правило, очень красиво выглядят, очень здорово. Как это ни странно кажется на первый взгляд. То есть подсознательно мы все равно пытаемся выбрать какие-то ровненькие реснички, но на самом деле вот эта вот путанность, она, бардачность такая в ресницах, она очень даже придает. Ждем, когда клей немножечко схватится. Секунд 10-15. Наклеила ресницы. Вы знаете, мне так нравится. У меня до этого были Алиэкспресс, и сейчас я себе заказала, что там 20 пар за 300 рублей. Это, конечно, все здорово, экономия, все дела. Но эти прям такие легкие. У них тоненькая-тоненькая лесочка. Они очень хорошо садятся на глаз. В общем, просто красотища. И как они выглядят, мне тоже очень нравится. Вот давайте вот так боком повернусь. Вам, наверное, будет видно. В общем, прям огонь. Мне очень нравятся. Классные. Я не знаю, как они будут выдерживать повторные носки, повторные наклеивания, потому что они прям такие хрупкие. Но как они сидят на глазу, мне нравятся очень сильно. В общем, я сейчас немножечко прокрашу тушью верхние ресницы, соединю свои с накладными. Позволим клею засохнуть, зафиксироваться. И пока он это будет делать, мы с вами займемся небольшим украшательством. Я хочу себе наклеить на одну скулу стразы. Что я возьму? Я возьму вот такой инструмент для нейл-мастеров. Называется дотс. Ну, собственно, ставить точки. Здесь такой крупненький шарик, с другой стороны меленький шарик. И этим шариком я сейчас буду ставить себе на скулы точки клея. И буду на этот клей сажать стразы. Я хочу посадить пять страз. В центре я хочу, чтобы у меня была синенькая, голубенькая стразина. Чтобы это был такой стройный парад планет. В центре голубенькая. И с одной стороны две бесцветные поменьше, и с другой стороны две бесцветные поменьше. Сейчас я их заранее приготовлю, чтобы мне уже не суетиться. В общем, я никуда не выдавливаю клей, потому что это создает перерасход. Я прям беру вот так вот, чуть-чуть надавливаю на тюбик. Как только капелька начинает возвышаться, я макаю шарик. Даже, наверное, погуще макну. И ставлю точечки. Наверное, я поставлю где-то здесь. Вот так. Вот так. Наверное, так. Давайте приклеим сначала центральную. Одну малявочку. Вот так. Прям на родинку себе поставлю, потому что я уже этот макияж пробовала, и мне не понравилось, что идут пять страз и родинка. Раз такая сама по себе. Все, я сделала это. Остались губы. Давайте губы доделаем и будем подводить итог. Значит, я хочу губы нарисовать карандашом МакПлам. Так, я сделала контур, заполнила с уголков и нанесу МакНаталина. Сейчас посмотрим, подойдут ли сюда вот такие сатиновые губы. Может быть, надо более сияющие. Все готово. Прошу вас оценить. Ну что ж, друзья, вот такой у меня получился макияж. Как вам вообще такая идея? Вот такой немножко нестандартный подход. Вот макияж-то, в общем-то, несложный, но мы с вами, видите, и теней наскребли, и с кориоланом смешали, и стразы приклеили. В общем, мне этот макияж нравится очень сильно, и я буду рада узнать ваше мнение внизу в комментариях. А также я буду не против, если вы поставите лайк, подпишитесь, если вы до сих пор по каким-то загадочным причинам этого не сделали. Ну и увидимся с вами в новых видео. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok